всем привет хочу вам сказать огромное спасибо за то что пишите комментарии за то что общаетесь со мной большое спасибо что ставите лайки мне очень очень приятно я очень это ценю спасибо вам что вы со мной вы знаете я обещала показать после того как я сняла ролик о использовании янтарной кислоты чистой в порошке и я и яблочной кислоты я почему-то тогда в том ролике именно забыла показать вот это чудо это ансидиум он у меня давным-давно просто он у меня ставить на верхней полке и я показывала на нижних полках свои цветочки у которых классный результат после применения янтарной кислоты но на верхнюю полку я просто не заглянула когда снимала ролик поэтому как-то но я хочу все-таки показать это чудо и рассказать чуть-чуть о нем это мой самый первый ансидиум у меня появились самые первые сначала у меня из орхидеи были фаленопсиса из магазина и вот этот ансидиум я покупала за 500 рублей в смоленский с рук по объявлению это же орхидея я так хотела я так сильно сильно хотела помню мороз был сильный я поехала купила его по объявлению на авито и знаете он у меня долго болел я конечно же его пересадила по своему методу туда-сюда он у меня долго болел но потом начал хорошо расти раза три он у меня цвел просто шикарным цветением богатым цветением но со временем знаете начала наблюдать что новые росты идут их корешки просто обломлены я тогда вообще ничего не знала как бы что есть вредители какие-то там честно я как бы ну не знала я думаю не только я такая когда вот новички как бы сейчас много информации много видео много на самом деле очень таких знающих людей которые именно занимаются цветами орхидеями а тогда ну как бы ну немного было роликов и к сожалению тогда я не общалась с профи так вот и у него как будто кто-то вот обламывал корни растет корешок и рост вот молодой кончик он объеден это были улитки и конечно они может быть они долгое время у меня были в нем потому что растение начала чахнуть 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 и она зачахла я его естественно лечила потом травила улиток пересаживала много раз много чего было вы знаете что мне помогло от улиток сейчас улиток на моих цветочках нет но я много препаратов использовала и покупала наши советские русские точнее уже препараты и покупала американские препараты и даже японский пакетик с препаратами я купила на самом деле мне не помогли может быть кому-то это здорово но мне нет и вот это вот вы видите вот это вот белая на коре кора мелко мелкого субстрата это доломит я где-то в гугле почитала что дачники спасаются от улиток и слизней доломитом и на самом деле он мне помог нет нет я не говорю что нужно срочно вам обработать кору доломитом нет там другие минусы доломит очень хорошо работает на башмаках пафах на всех остальных он как бы ну он ничего не делает плохого но толку от него ноль для других орхидей вот но от улиток он на самом деле работает мне очень понравилось действительно больше улиток нет но само растение начало чахнуть потому что но не сразу как бы тогда опыта у меня не было ничего не знала и упустила этот момент к сожалению и растение начало чахнуть хотя бульба есть где-то ролик как он у меня цветет есть ролик когда я показываю его шикарные бульбы они были вот такие толстые налитые яблочки груши на яблочки его бульбы не похожи а вот на груши похожи и потом начала чахнуть чахнуть и вот зачахло и знаете я уже ничего от него не ждала я уже купила два по ценки себе ансидиума мне они очень нравятся но я на него честно уже забила ну ну что сделать я сделала все что смогла к сожалению ну ничего не получается там корней нет и самое знаете что обидное растут росты я конечно сейчас вам не смогу показать где были росты вот здесь вот был рост вот он этом на самом деле молодая бульба рост потом вот 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 здесь был знаете они вот дорастают где-то и сейчас вам покажу где-то вот такого примерно размера это тоже большой такого размера дорастают и чернеют не хватает сил больное растение заболела и наверное где-то роста в 5 точно вот почернели засохли отвалились вот эти вот две бульбы это старые бульбы вот вот с этой бульбы я купила на нем было кажется 1 или 2 будет 2 бульбы были вот и за это лето видите она засохла она не гниет ничего она сухая и вторая бульба которая давным-давно как я купила у меня выросла на тоже засохла у меня такая проблема была вот это вот я лечила препаратами тут и витарос и максим и фундазол я лечила давным-давно потом все это дело оставила но что делать погибает ну я конечно его не поставила куда-нибудь в сторонку в уголок нет он у меня стоит на светлом месте на окошке плюс лампы вечером светят на него я его конечно люблю не брошу но вот такая вот беда и кай просто я знаю когда вот так вот бульбы старые начинают 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 засыхать то и следующие бульбы засохнут и молодые росты тоже засохнут я как бы уже от него ничего не ждала но мне жалко растение это как бы самый первый самой первой орхидеи не фаленопсис поэтому я его люблю классный был хороший был но вот так произошло и после того как у была выставка я купила янтарную кислоту вот именно янтарка я опрыскивала вот здесь вот инструкция девчонки кому интересно вот так я пришла с выставки и на свой страх и риск потому что я на самом деле ничего не знала о янтарной кислоте об этом препарате я опрыскала я развела на полтора литра фильтрованной воды на кончике ножа водичку попробовала на такая кисленькая стала ну ну давайте вот грубо говоря пусть но чуть больше двух недель прошло грубо говоря пусть три недели прошло как вот я пришла опрыскала и вот сейчас вот такие вот росты я не знаю что будет но они стали расти быстро вот этот рост вообще уже вытянулся он такой видите чешуйчатый стал он на самом деле ну как бы он маленький но для меня это не маленький когда он давал маленький рост и они засыхали для меня это не маленький рост и очень хочу спасти этот цветочек но до опрыскивания этих ростов не было вот что было вот это вот начало засыхать коричневеть и вот этот рост это с двух бульб пошли роста вот этот вот рост я даже трогать не буду не снимать ни чешуйку ничего будь что будет но я очень хочу чтобы он выжил я не вру вы можете не покупать эту янтарную кислоту а еще девчонки подписчицы сказали что продается в ашане вот эта янтарная кислота там два грамма 17 рублей кажется вот конечно намного дешевле я в этот раз вот вчера поехала купить янтарную кислоту в ашане но у нас зима новогодние праздники скоро и отдел с препаратами с удобрениями с семенами убрали я подошла к продавцу продавец к ответила мне сказала что их убрали на склад теперь только но будут весной я поеду в другой может быть ашан посмотрю поищу вот но даже вот у тех ребят у которых я купила янтарную кислоту и яблочную ну да дорого я сразу сказала что для меня дорого но этого порошочка волшебного хватит надолго здесь у меня сколько 50 грамм 50 грамм он такой действительно тяжелый он был не полный пакетик но пускай я там ну вот так и стратила потому что я до сих пор еще не все вот этот вот допустим страшненький с пятнами стоит потому что я до сих пор еще вот у него только было опрыскивание янтарной кислотой вот сейчас у меня все руки никак не дойдут не срочно нужно цветочков 30 еще вот протереть яблочная кислота вместе с янтаркой протереть чтобы они у меня ушли на зиму чистые красивые блестящие ну пока я не протирала вот планирую сегодня но опять лень напала но как бы вот такой эффект после чистой янтарной кислоты опрыскивание поэтому и ни в коем случае нельзя постоянно пользоваться нет я знаю знаете как у меня тянет прям вот каждый полив взять добавить янтарной кислоты и вот каждый что нибудь вот полезти и добавить янтарную кислоту ни в коем случае и нельзя стимулировать постоянно. Даже осенью нежелательно стимулировать именно вот такими сильными препаратами. Но вот я такой экспериментатор, мне нужно было это сделать. Я сделала. Слава богу, что все обошлось. Боже мой, потому что я раньше очень часто экспериментировала, там такие препараты использовала, которые говорят, что работают, но на моих они не работали, они мои... Нет, растения не убивали, но делали плохо. Допустим, сжигали корневую или листья там. Ну, молодые росты сжигали. Поэтому я рисковала, конечно, своими цветочками, но все обошлось. Даже супер как обошлось. Все хорошо, отлично. Вот результат. И вот многие говорят, что осенью тоже растут росты, растут корни и цветоносы. Цветоносы, они в любом случае от перепада температур растут. Но вот росты, вот именно на таком больном растении, я не знаю, вытянет ли он эти два роста, но хотя бы один вытянул. И чтобы этот рост дал корешки, будет супер, я буду очень-очень рада. Ну, не знаю, посмотрим, но я на 99% уверена, что это от янтарной кислоты, именно вот от порошка. Ну, это чистая янтарная кислота, без примесей и добавок. Если вот так показать, не видно. Ну, там такой порошочек, он, знаете, напоминает кусочки сахара. Не мелкого такого, ну, среднего размера сахара. Вот такой. Так что, если будут, конечно, если он у меня вырастет, выживет, я буду безумно счастлива. Больше я янтарку применять на нем ни на ком своем я не буду до весны. Но я с нетерпением жду весну, чтобы бомбануть еще разок на них янтарку и посмотреть, что же будет. Потому что результаты, ну, вот, вот. Просто я очень рада, я очень хочу, чтобы он выжил. И 99% этому ему и мне помогла янтарная кислота. Всем пока! До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok